здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала добро пожаловать всем новым подписчикам на мой канал хочу продолжить снять еще один тег опять же от люды кростись визлюза это ее канал и это ее новый тег о тенденциях моды в мире вышивки я буду вышивать опять же моих уточек знаете очень легкий процесс и когда ты снимаешь какие-то теги или болталки очень тяжело вышивать и общаться вот с такой вышивкой все очень здорово получается поэтому я ее и выбрала итак первый вопрос вы следите за новинками вышивки знаете раньше я следила в самом самом начале когда только начала заниматься вышивкой я действительно отслеживала новинки что какие новые дизайны появляются теперь я не слежу знаете почему потому что у меня много накопилось наборов моих запасов которые я конечно же все хочу вышить но как вы понимаете это процесс очень долгий и моих запасов мне хватит на всю мою жизнь вот и если я буду еще отслеживать все новинки и покупать их то это уже будет просто какое-то стихийное бедствие я слежу только вот на ютюбе мне нравится о золотое руно они делают слайд шоу новинок и я люблю просматривать конечно иногда меня цепляют какие-то дизайны и я стараюсь себя сдерживать от покупок в основном о новинках я узнаю точно также на ютюбе когда девочки что-то покупают делают тоже видео показывают видео с выставок мне очень нравится у меня такой возможности поехать в москву посетить выставку хендмейт поэтому обязательно смотрю все видео девочек новинки отшивы очень интересно назовите пять производителей авторов схем которые пользуются популярностью по вашему мнению но сложно мне конечно назвать потому что нет у нас таких данных статистических чтобы можно было точно назвать кто пользуется популярностью скорее всего на этот вопрос очень хорошо мог бы ответить магазин мир вышивки так как они точно отслеживают статистику своих продаж и знают какие производители больше пользуются спросом но я могу только судить о видео которые я смотрю девочек на на их каналах что не вышивая что не покупают и соответственно таким образом можно сделать какой-то небольшой вывод тех производителей которые пользуются спросом но в первую очередь конечно это дименшинс бесспорно его даже коллекционируют девочки не просто покупают дальше его а для коллекции поэтому в первую очередь димуэншинс во вторую очередь кого можно поставить сейчас весь youtube захлынули миробилии также начали девочки коллекционировать схемы и очень масштабно отшиваются поэтому наверное на втором место я поставила бы миробилию третье место я бы отдала панне потому что панна она стала радовать небольшими небольшими такими дизайнами но очень интересными в частности это акварельная тематика поэтому панна многое тоже стали покупать и вышивать третье место четвертое место я бы отдала риолис но риолис это классика у них много интересных дизайнов как и в шерсти так и в нитках и я смотрю есть и в запасах у девочек риолис и вышивается все таки он присутствует так ну и пятое место пятое место кого можно выделить кого у нас вышивают очень активно сложно вот так сейчас придумать правильно выбрать но я не выберу сейчас не приходит на на ум пятый производитель золотое руно вышивают вот золотое руно скорее всего я бы поставила пятым производителем хотя его не так много вышивают но тем не менее если сделать обзор его много и в запасах и все-таки он вышивается да давайте вот так сделаем пятым будет у нас золотое руно мне было бы интересно девочки кто не снимает видео если бы вы мне написали под видео вашу статистику ваше наблюдение мы потом наверное если вам это интересно провели бы такой я бы зачитала и мы бы посмотрели мнение зрителей как зрители тоже вы расставили вот именно пять производителей которые пользуются спросом читаете ли вы себя модной или антимодной вышивальщицей модный или антимодной вот знаете в этом теге такое коварное слово вот именно словом мода да мы привыкли воспринимать это словом в одежде в стиле в обуви в разных вещах но никак его не привыкли использовать наши вышивки и тут есть такой вопрос как бы если вообще мода вышивки да я долго над этим думала сначала мне казалось нет у нас моды вышивки но потом все-таки мне мне я больше склоняюсь к тому мнению что все-таки у нас есть некоторая мода тенденции у нас присутствуют вышивки и в жизни моду примерно вещи создают именитые дизайнеры то есть если вот дизайнер выпустил коллекцию и обозначил что вот такой крой стиль модный и другие последующие дизайнеры постараются копировать этот стиль соответственно идет этот стиль массы мы его этот стиль используем носим и мы видим что вот это сейчас модно видим когда это по одежде можно определить каких годов и на когда это было модно есть мода есть какой-то стиль вот у нас же стиль задают не только к производителям а как наверное выбор вышивальщиц да именно может быть на youtube может быть в instagram каких-то соцсетях я так себе предполагаю потому что вот смотрите к примеру светлана когда-то вышила две замечательные корзинки от триолиз лаванда и переск вот после именно ее отшива много-много рукодельниц обратили внимание на эти дизайны и они до сих пор пользуются спросом популярностью часто когда девочки показывают видео о своих запасах показывают эти два набора они немножко так с неловкостью их показывают играют что да вот всех их все их вышли мы я тоже хочу вышить они у меня тоже есть то есть они эти два дизайна понравились многим рукодельниц а мне не тоже нравится но так как у меня столько всего я уже за ними не гонюсь действительно дизайн и достойные очень красиво получается легко вышивается и это преимущество и они стали модными можно так сказать раз их хотят приобрести большинство рукодельниц значит эти дизайны модные но ведь корзинок такого стиля у многих производителей есть очень много но почему-то вот именно эти дизайны они стали более популярными потому что мы увидели как они смотрятся в отшиве и что они вышиваются легко мы получили обзор отзыв и вот этот момент стал ключевым да и поэтому столько людей приобрело эти наборчики это хорошо значит все таки мода у нас есть и она в общем-то задается на ну вот в данном случае у нас на youtube возможно она задается и других сетях и в как-то другом по-другому просто я больше на youtube поэтому я наверное буду здесь проводить какие-то сравнения вот и ну что я могу сказать считаю ли я себя модной или антимодной ну наверное я как-то как-то я в струе хотя я не сразу берусь за новинки и их отшиваю но мне нравятся скажем так тенденции на новинок что-то интересное иногда и я могу выше что-то и из новинок вот ну знаете это все очень как бы сложно выполняется вы понимаете если выходят новинки то нужно забросить все свои процессы их вышивать хотя мне есть и такие процессы что наборы когда они выходят только я сразу покупаю есть мне и такой опыт но я могла бы сказать что я скорее всего больше модная вышивальщица что вы считаете горячей новинкой вышивки на сегодня ну чтобы я могла сказать горячей новинкой вышивки на сегодня опять же это я буду судить по youtube то что девочки покупают то что им нравится что они показывают в своих запасах да ну вот сейчас к примеру не на youtube и в instagram очень многие покупают от миробилии карту вот эту новинку прям такое большое движение я бы могла выделить эту новинку что еще можно выделить ну полки наверное от марии искусницы они сейчас так скажем струе всем интересны красивые вышло несколько полочек поэтому все стараются собрать сразу коллекцию закупиться так сказать вот я могла бы выделить наверное вот эти дизайны одно время была мода на вот этих 12 красавиц китайских которые до сих пор кто-то называть японками кто как их называют но это китаянки и это видно сразу по стилю одежды так как у них платье не кимоно как япония платье это китайские девушки вот очень много и сейчас их еще вышивают потому что понятно процесс большой но интерес уже к ним таковой пропал все уже насмотрелись на этих красавиц мы еще наверное будем долго лет наблюдать отшив потому что действительно работа очень масштабная много терпения надо девочки молодцы взялись так смело и вышивают так 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 подаетесь ли вы влиянию моды вышивки ну конечно поддаюсь я вообще такой человек податливый мне все интересно и и вот девочки целый год вели очень интересный проект по вышивке сэмплеров квакеров и мировили познакомили нас с новыми дизайнами которые существуют в мире и популярны в америке и благодаря их отшивам мы тоже смогли посмотреть увидеть что это тоже красиво интересно вот и у люды кстати она когда показывала свое видео об итогах 2017 года показывала своих миробилий мне очень понравилось вот она так еще интересно сказала что мне бы так хотелось чтобы моё видео кого-то подтолкнуло к тому чтобы попробовать вышивку миробилий или вот этих вот сэмплеров людочка если бы ты знала что твои слова конечно и подтолкнули после твоего видео я как раз и сделала заказ на один такой дизайн пока не скажу какой конкретно то будет сюрприз но да вот у меня тоже скоро придет этот дизайн я буду вышивать буду вышивать новый стиль для себя вот поэтому конечно влиянию поддаюсь смотрю на вышивку других девочек и тоже в общем-то себе хочется вышить какой-то дизайн какие журналы книги популярны в настоящее время для меня честно никакие не популярные я одно время хотела себе подписаться на вышивку вышиваю крестиком не помню как называется журнал вот здесь тоже есть возможность его заказать и чтобы он сюда приходил а потом подумала у меня столько наборов есть еще журналов на собираю что же я буду с этим со всей этой красотой делать и в общем-то отказалась от этой мысли выписывать журнал но вот сейчас смотрю на ютюбе алекс стич вышел по книге якобинская вышивка вот эта книга никому была не нужна как только он нам показал как все это отшивается и какая красота получается всю книгу сразу с полок все расхватали и даже вышло второе издание и снова переиздали эту книгу я могу сказать что да эта книга теперь пользуется популярностью и принесла автору в общем-то известность и возможно кто-то еще заинтересуется и не просто так я купил возможно будут пробовать и учиться новым техникам что вас мотивирует и заставляет вышивать меня ничто не мотивирует ничто не заставляет меня вышивать я сама я просто люблю вышивку мне не нужна никакая мотивация этот процесс он но волшебный затягивает и даже если бы не было ютюба я бы все равно вышивала но я не знала бы столько разных интересных тонкостей и соответственно не знала бы о стольких дизайнерах дизайнах производителей но вышивать я вышивала бы в любом случае я поняла с первой моей вышивки как только я дошила первую работу я поняла что это моё мне нравится я люблю вышивать и у меня раньше были тоже такие мысли что вышивка это знаете вот для бабушек для пенсионеров и что вот только когда выйду на пенсию тогда можно вышивать раньше нельзя надо надо работать но потом я поняла что творчество оно должно присутствовать у каждого человека какой-то хобби и это все предрассудки непонятно откуда взявшиеся что вышивка это для бабушек нет вышивка это для всех так критерии правила принципе по которым вы выбираете сюжеты вышивки у меня пока нет никаких критериев никаких правил я выбираю просто вот мне понравилась какая-то картинка я покупаю знаете большинство дизайнов которые у меня есть я их точно знаю что вешать но я их не буду вешать мне никуда они не подходят не по дизайну никуда не подходит но мне просто нравится сюжет и не просто хочется его вышить сам процесс выполнения уже для меня удовольствие есть дизайны которые вот именно они интерьерные может быть сам процесс не настолько увлекательны но в интерьер они подойдут как картины вот у меня две категории большинство моих картин это те картины которые мне просто нравится вышивать вот как я их буду вешать не вешать не знаю я надеюсь что когда-то у меня появится свой дом у меня будет там своя рукодельная комната и я туда повешу все свои картины вот не буду думать что они подходят в этот в эту комнату не подходят там к мебели еще к чему-то я развешиваю в своей комнате буду сама любоваться ну конечно же если подойдут к интерьеру тоже повешу муж у меня вообще сейчас полюбил мои все картины и вышивки и он говорит что что всех повесим пусть все на них смотрят и даже мне спрашивать недавно а у тебя есть еще вышивки не оформленные говорю есть он ну надо же их оформить потому что за переживал что что ж мы нового ничего не оформляем надо все оформить и повесить чтобы гордиться и не очень очень приятно кто из дизайнера делает вас лучшей вышивальщицей то есть какой какой-то вопрос хитрый что значит лучше вышивальщицей наверно имеется ввиду помогает развиваться чему-то учиться новому вы знаете если вот подходить к этому вопросу с такой точки зрения то каждый производитель он у него есть немножко как бы своя направленность и поэтому если вы будете вышивать разных производителей ваше мастерство и умение будет развиваться а если вы будете вышивать только одного производителя вы научитесь наверное быстро вышивать одного производителя ну а другие дизайны может быть для вас покажутся немножко сложными вот поэтому здесь не нужно загоняться что чтобы нужно научиться вышивать и гобеленом и так и и так и нужно всех покупать нет у каждого есть свои предпочтения свой вкус и мы просто вышиваем то что нам нравится не задумываясь о каких-то приобретение каких-то специальных навыков так я думаю вышивка крестом это занятие для пенсионера или это искусство и мастерство ну на этот вопрос я немножко затронула чуть выше немножко как бы мы поговорили я считаю что вышивка крестом она для всех это простое доступное рукоделие каждый может научиться может при необходимости есть такие дизайны получить быстрый результат порадоваться самое главное что у человека должно быть какое-то хобби если у человека и вообще нет никакого хобби я не говорю что обязательно это должна быть выше по кресту пусть это будет другого хобби то наверное у человека очень скудное внутреннее содержание и он не не может ему не нужно в общем-то выражаться как-то да вот так как мы занимаемся вышивкой мы в общем-то создаем картины пусть они по схемам но это это все равно картины это что-то прекрасное может быть не совсем это это не искусство конечно нет но пусть для нас это будет искусство для наших домашних потому что это наши картины сделаны нашими руками что-то красиво что-то прекрасно так назовите топ 5 модных блогеров на youtube ну опять же топ 5 модных блогеров на youtube не мне называть это может это определяют зрители у кого больше подписчиков тут соответственно и самый в общем-то модный самый интересный и если вы зайдете себе на канал то подписан или кого есть канал есть предлагаемые каналы на на подписку и видно что у какого-то блогера сколько есть подписчиков соответственно видно тех блогеров которые пользуются популярностью у зрителей это и есть самые модные блогеры поэтому не нужно их озвучивать каждый может зайти посмотреть кто у нас пятерки вы думаете дизайнеры разрабатывают схемы только для продажи или они вкладывают свою душу свою работу но работа это дело такое работа есть работа конечно я так понимаю что каждый дизайнер хочет создавать какие-то схемы которые близки ему его внутреннему миру но есть и производственный момент нужно следовать тенденциям модам и возможно им дают задание но я так предполагаю да что нужно разработать то-то и то-то и дизайнеру может быть не нравится это эта идея хочется что-то другое разрабатывать но тенденции того требует и человек разрабатывает конечно без души и продукта хорошего не получится вот но мне кажется что иногда есть ее фактор такое обязательство в общем-то нужно и дизайнер выполняет как и заказы так и то что отображает его внутренний мир то что ему нравится ну я так себе понимаю вам нравится вышивать одни и те же дизайны домов цветов русалок бабочек принцесс котов и ежиков или вы ставите себе вызов развиваться в разных направлениях и техниках никакого вызова себе не ставлю и не на каких-то дизайнах не хочу я зацикливаться так как это процесс идет но немножко он такой творческий да все таки я выбираю тот дизайн который соответствует моему сегодняшнему настроению зачастую наши дизайн отображают времена года которые на за окном зимой нам хочется зимних дизайнов праздничных елок игрушек конфет пусть конечно мы понимаем что наши эти вышивки они не смогут висеть круглый год но нам нравится их вышивать в этот период времени создавать себе более праздничное настроение весной нам хочется цветов летом ягод осенью грибов леса желтых листочков дождиков и зонтиков вот у каждого свое настроение каждый выбирает себе работу под настроение и это нормально потому что это наше выражение зачем нам себе заставлять что нужно вышить обязательно одного котика одного собачку всех всех животных там лес нужно вышить домик должен быть в коллекции нет и это хорошо поэтому у нас у всех разные коллекции и очень интересно посмотреть именно коллекцию отшитых работ видно настроение человека что ему нравилось тот период времени ведь часто бывает так мы высшим работу а потом она нам перестает как бы ну не то чтобы нравится просто уходит какой-то такой восторженный запал но ты же не знаешь что раньше но нам больше нравилась потом настроение меняется опять она на может понравится поэтому выбираю я по настроению почему одни и те же дизайнеры не создают разные схемы поразмышляйте на эту тему почему одни и те же дизайнеры не создают разные схемы не согласна если брать дизайнера например нору корбит то она в общем-то не создает разные схемы у нее все принцессы берет скажем так шла шаблон куколки и просто украшает ее разным платьем вот но если взять дизайнеров от реолис елена крумина еще есть у них очень разные дизайны у них не одно и то же и ты гувернер много дизайнеров которые вот разнопланово работают есть дизайнеры которые ну как бы не зациклены у них такая специализация вот нора корбит нашла себя в этих куколках всем нравится все хотят новых куколок вот она и делает по желанию своих потребителей все новых и новых куколок вот поэтому ну вот тут такое мое мнение какие новые дизайнеры появились на рынке не знаю несу не следила я про новых дизайнеров не знаю какой производитель и больше не выпускает качественный продукт какой производитель не выпускает качественный продукт что могу сказать возможно возможно можно немножечко как бы подметить что у димэншенс как бы их новая серия новая линия дизайна она в общем-то бедновато и да мы все в общем-то слышали что димэншенс был продан на фирме gp codes сейчас эта фирма является владельцем и возможно там еще не все налажено и возможно будущем на ждут новые интересные дизайны ну вот последний год фирма димэншенс нас не радовала с своими интересными сюжетами хотя продукт остается качественным в том плане что материалы напаковка всю качественная но может быть нам хотелось бы более каких-то интересных новых совершенно дизайна так какой вы видите вашу вышивку через 10 лет кто бы знал что нас ждет через 10 лет тут мы не знаем что завтра нас ждет что мы будем завтра вышивать так меняется настроение а через 10 лет и подавно ну я надеюсь что вышивать я буду потому что все может быть может быть мне нравится вышивка я начну заниматься чем-то еще жизнь покажет я надеюсь вот интересно будет у меня канал через 10 лет если будет существовать еще канал через 10 лет нужно будет обязательно найти этот тэг и вспомнить вспомнить как это было так вы когда-нибудь плакали из-за вышивки из-за вышивки не плакала но у меня был один такой инцидент очень очень неприятный где я очень сильно расстроилась из-за вышивки это история с дизайном лонарте поцелуй эту вышивку я вышивала долго и у меня там была масса ошибок я училась работать равномеркой тогда не было ни видео никакой информации про равномерку и у меня было там сделано две ужасные ошибки которые просто меня вот вы оставили повергли в ужас первый раз я ее начала вышивать и неправильно разместила основу и поэтому соответственно отшила там лист или пол листа и когда стала переставлять пальцы увидела что моя работа неправильно расположена и у меня не хватит конвей таким образом основы а второй раз когда я уже почти все отшила я обратила внимание что я неправильно состыковала второй третий лист пропустила там несколько рядов на произошло наложение и тоже распарывать не было смысла потому что отшита одна треть оставалось отшить последний четвертый лист там всего четыре листа было по моему вот и мне пришлось начинать все сначала это конечно у меня такая шоковая была ситуация но я героически эту работу вышила вот но плакать не плакала так все вопросы закончились интересные были вопросы я тут немножко на вышивала нитка запуталась и распутала всего Люда спасибо еще раз за интересные вопросы и дело для нас еще теги мы будем на них отвечать желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч в новых видео всем пока пока